добрый день друзья каждому по приветику из прекрасного солнечного петербурга вчера у нас был целый день дождик а сегодня солнышко 21 градус утром было свежо 17 погода прибалтики мы находимся улица тобольская посмотрите какое разнообразие архитектуры это недалеко от метро выборская мы здесь редко бываем я хочу вам показать что обязательно показать этот район смотрите как все как все по-разному дома постарше вот напротив дом постарше тут же дома по новее какая прекрасная погодка сегодня как раз для прогулок давайте выйдем по центральной улице прикарня хлебник кофе магазин дикси выборская это красная ветка метро буквально пешком отсюда ребят не 5 ой какая интересная улица большой сапсоневский проспект 63 57 а 63-57 обратите внимание на улицу здания красная ветка метро начинается она в девятки на метро девятки на мурина ленинградской области дальше идет по городу гражданский проспект что там у нас дальше лесная мужество лесная да и вот выборская и вот буквально пять минут и вы пришли метро обязательно посмотрим сколько здесь стоит квартиры сейчас пройдем немножечко я вам этот район покажу шлагбаум сегодня хорошее время для прогулок не жарко и не холодно но ветерок свежий знаете как на солнышке на солнышке так тепло тепло а в тенечке ветерок свежий кто-то футболках кто-то уже накинул какие-то легкие не знаю курточки там не знаю джинсовые может не просто что-то с длинным рукавчиком сан петербургский технический колледж управления и коммерции здесь колледж тобольская улица 2 ой тобольская улица 12 здания старенькая старенькая при старенькая а вот там дальше еще постарше тобольская 5 вот мы заехали с вами в переулок вчера был дождик вообще никуда не выходили занимались домашними делами устроили себе выходной как раз так совпало что на улице такая погодка была не прогулочная поэтому мы отлично с вами погуляем сегодня выборская интересный райончик смотрите какие дома постарше здесь наверно с высокими потолками квартиры 5 этажей а как выглядит старенькие дома и вот где угол полукругом озон сейчас пройдем вот так раз и направо уже метро будет то есть это совсем возле метро я вам ориентиры даю его там детская площадка даже в дворе есть я знаете в эту сторону потому что все ближе и ближе к метро хочу вам показать где же ты метро мне времени сейчас хватит вот двор зелененький площадок не вижу ага здесь уже улица с маличкова 14 корпус 4 адреса чтобы понять а вот какую дверь чтобы понять где же нам квартиру искать но вообще на выборской посмотрим цены метро выборской сколько здесь стоит квартир давайте через двор пройдем чтобы уже понимание у нас было немножечко когда-то давно были с вами здесь но мы были в новостройках здесь есть там через дорогу ряд новостроек какой зеленый дворик посмотрите ребят детская площадочка как здесь все устроено это хорошо тихий дворик сидят на скамеечках обратите внимание лифт снаружи старых домах двор продолжается смотрите какая лестница ух ты а я нашла где выйти там можно через калиточку а тут можно через арку вот мы через арку и выйдем автобусы трамвая здесь остановочка автобусная опа там железная дорога вот видите через дорогу и вот уже мы вышли к метро ой какие мы молодцы я рада что мы дошли до метро это вижу по карте что рядышком есть вот танцы метро через дорогу вот улица светофор переходим станция метро рубежская ребята она такая интересная короче вот вход здесь видите вход вот девушка за свой молодой счет зашел вход метро и вот с этой стороны тоже остановка а если вы пойдете в подземный переход вот сюда спуститесь подземный переход то вы выйдете аж там там за железной дорогой на другой улице пройдете глубокий такой долгий длинный переход под дорогой под железной дорогой и там вот так же выйдете только уже на другой улице вот вам выборская сейчас мы еще там прогуляемся немножко какой-то ремонтик тут затеря плиточку кладут так мы пошли сейчас обойдем и выйдем через другую улицу дома напротив аптека а вот двор в котором мы были только здесь вход через кнопочку метро все идут в метро а вот написано станция выборгская ребят найдем немножечко дальше смотрю 251 автобус проспект культуры что у нас здесь еще дома какие-то интересные ой небо голубое не единого облачка но свежего такая погода прибалтийская я помню мы летом в детстве ощущения вот эти когда мы уезжали где-то в июле в конце июня начало июля уезжали теплые города в теплые страны к родственникам к бабушкам дедушкам и все лето ну как два месяца лето мы проводили в жаре жара фрукты красота море а потом в конце августа вот как раз где-то двадцать пятого числа двадцать шестого августа мы возвращались в латвию ой нужно было готовиться уже и из той жары приезжали в прибалтику в которой вот такая как раз погода солнечно солнышко светит но свежо это был такой контраст всегда но приятный у меня ощущение ощущение было вот я приехала домой сразу вот это ощущение прохлады солнце и прохлады это латвия была летняя ой смотрите какой тоже дом интересный белорусские продукты магазин мясо номер один в таком здании эти старые районы интересны зданиями а куда мы так дойдем ребят гуляем с вами выборгская сейчас зайдем посмотрим сколько стоят здесь квартиры деревянный балкончик какая-то организация дворик ой зайдем в дворик зайдем в дворик через арочку как интересно все такое старенькое все такое старенькое все такое старенькое гор ой ой ну после спальных районов все выглядит именно так ну если честно говорить то вот во дворах в колодцах во дворах колодцах мне бы не очень хотелось покупать квартиру потому что мне кажется вечером вот так заходить сюда потом в парадную ой там может какой-нибудь тушкой фонарик и горит ну это я так думаю ребят кому-то нужен именно центр о мы где-то вот тут да вот там гуляли в тех дворах можно перейти дорогу здесь нет где ее перейти вот это прикол нам нужно будет перейти ну а что там вот на светофоре ну и ладно так улица смоличкова 15 адрес вижу какой-то магазинчик здесь вот такие дворы все разные видите насколько в этих старых районах все в перемешку и кирпичные дома и старый фонд и поновее вот впереди даже видно никого нет и я пройду ребят не надо что найти вот дворы вот те дома куда мы их тоже не уходили ай ладно обойдем по этой стороне тут магазинчики шаверма не шаурма шаверма в Петербурге чай кофе фрукты овощи восточная лавка не знаю здесь прямо на дороге конечно напротив булочная напротив булочная номер 9 вкусное место кулинарии пекарни что вижу то пою эконом дом товары для дома я просто к этой архитектуре иду чтобы вам показать аптека ой что тут туристы летают и вот этот дом постарше ну все ну все ребят немножечко погуляли посмотрели отель балтия впереди выборгская ну это поближе к центру по восточной стороне города не знаю не знаю насколько здесь может быть вот в этих современных зданиях домах дворах вот тебе дом вот тебе твой двор и вот тебе метро какой здесь большой торговый центр ехать до большого торгового центра да магазинчики то на первых этажах есть разные кафешечки магазинчики аптеки салоны красоты это все есть а где здесь большой торговый центр наверное надо ехать тоже двор через арку а вот дом новее фасад покрасили уже смотрится симпатичнее да я на все стороны с вами а тут арка давай не пройдем через арку наверное мы выйдем туда откуда мы начинали ну вот двор да детская площадка там есть современный двор ворота закрылись девушка вот зашла мне конечно хотелось бы чтобы сразу небольшой торговый центр да еще лучше бы чтобы не один ну да мы вот тут поедим так интересно дворы у них там мы зашли открытая территория здесь закрытая территория ну здесь наверное через кнопочку нет замок висит висит замок ух ты какие башенки смотрите дом с башенками ну тогда пойдем вернемся выйдем обратно через арочку все ребят хорошего дня хорошего настроения и прекрасных летних денечков у нас еще лето лето еще неделька еще дней десять ой каких десять неделька неделька и все и 1 сентября и начнется школа но пока еще лето пойдем посмотрим сколько стоит квартира и встретимся в следующем видео на фоне этого красивого здания на фоне на фоне Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok